Музыка Если говорить о неожиданности, я не собирался стать мэром. Я собирался быть главой администрации. Потому что политика была не для меня. Я всегда говорил, вы, наверное, помните, что лучше я буду дороги строить, чем проводить заседание Думы. Но так получилось, что и губернатор, и люди, и совет директоров города так решили, что я должен уйти. Вы знаете, какая была конкуренция. И для того, чтобы выиграть, нужен был человек, наверное, тот, который разбирается в этом деле. Я имею в виду, разбирается не в политике, как таковой, хотя тоже должен разбираться и в политике, а вот в нуждах города, что нужно городу, и как сделать то, что нужно городу. Ну, самый сложный период это было то, что осталось мне одному работать. Досталось. Конечно, дороги все были разбиты. Значит, ну, я пришел в июне, в мае месяце, да, готовились в Дню города. Нужно было ассальтировать дороги. Средств в бюджете не было. Вот. Ну, конечно, распущенность была. Схож, городских. Поэтому приходилось начинать с дисциплины, начинать так же, как и начинал я в Пролетарском районе, собирать совет директоров, значит, говорить о нуждах города, чтобы они тоже помогали. Бетские сады, которые в то время тоже передерживали кризис, школы, больницы, вот это вот самое тяжелое время было. Значит, месяца в восемь приходилось работать до трех часов ночи. Он смешной и, с одной стороны, такой реальный. Вы помните, наверное, когда остановили наш родильный дом, центральный родильный дом, и собрались врачи, там, специалисты, и говорят, что его восстановить было невозможно. Все надо его сносить и строить новый. Ну, представляете, разве можно было в то время строить новый родильный дом? То есть, колоссальные капитальные вложения, которых нет в городе, новые это снести, а где рожать? Ведь, вы знаете, через каждые три месяца, допустим, областной родильный дом должен закрываться на помывке. Ну, вот, и когда мы туда пришли, значит, с специалистами, с начальником УКСа, стали ходить по подвалам, с начальником строительного управления, который потом вошел в эту стройку, мы просто сказали, что мы этот родильный дом восстановим, построим заново. И один человек, я не буду называть его фамилию, сказал, ты сумасшедший, или немножко у тебя вздвиги начались. Решили этот вопрос буквально за полтора года. По существу, по существу, построили новый родильный дом, остались только стены. Остальное все полностью, все перегородки, межэтажные перекрытия, инженерные сети, все новое, все новое. Я думаю, все говорили, он не будет стоять, вот сколько уже, 10 лет почти, да? 10 лет стоят, люди рожают, наверное, говорят спасибо. Я делал свое дело, благоустраивал город. Ну, самое удачное время, которое мы вместе с ситименеджером, Муковым, Альбертом Викторовичем, когда мы готовили, ну, не готовили город, а когда приняли программу капитального ремонта фасадов, строительства скверов, строительства парков, значит, ремонт дорог, строительство путепроводов, вот это вот было самое хорошее время. Мы построили Месновский путепровод, это буквально заслуга города и руководству железной дороги. Мы трижды были у министра РЖД, составили с ними соглашение, они сделали проект и 50 на 50 профинансировали. 50% в город, 50% начали. Второй путепровод, это обходной восточный путепровод, так называемый, здесь непосредственно тоже вместе с областью ежедневно занимались этим делом. Вы помните тогда, когда до 2005 года 20 лет он стоял, разобранный, конструкции пришли в негодность. За два года его сделали. Да, пусть он, может быть, не современный такой, но мы разгрузили город, а не было бы сейчас его, что бы творилось бы сегодня. Поэтому, когда мне один руководитель сказал, «Ван Сиреевич, как вот вам?» Говорят, что вы там не доделали что-то или что-то плохо сделали. Я говорю, «Мне не стыдно жить в этом городе». Я иду по улице, мне говорят спасибо до сегодняшнего времени. Во-первых, самое главное, что мы не успели сделать, ну, не только не успели, но нам еще чуть-чуть помешали, это строительство путепровода за речье с Советским районом. Мы до сегодняшнего времени, вот до той поры, вели с венграми переговоры с венгерской стороной. Значит, пригласили сюда тех специалистов, которые работали, которые делали такой же путепровод в Словакии, пригласили банки венгерские, которые финансировали и договорились, что в лизингх на 10 лет за два года они нам построят. Был уже эскизный проект этого путепровода. 700 миллионов рублей по тем деньгам. На 10 лет по 70 миллионов в год не такая большая сумма для бюджета города заплатить, да? Вот. Ну, здесь мешался губернатор, сказал, мы построим дешевле, надо отказываться от этого проекта. Это был, конечно, такой вот нехороший такой остаток. Все-таки 4-5 месяцев мы били с этим проектом. И второе, я ездил специально в Германию с руководителем спецавтохозяйства, значит, со спонсорами это СУ-155. Мы смотрели там мусоро-сжигающий завод. Он не сжигающий, а мусоро-перерабатывающий. А вот в Берлине 198 тысяч кубов. Они перерабатывают в год одной линии, а там две линии стоят. Это буквально игрушка. Ну, достаточно сказать, что в цехе где-то переработка мы пили кофе, запахов никаких. Значит, мусор, который привозится, его сразу не рассортировывают, его сваливают в одну кучу. Потом специальный кран грузит на ленты и уже идет тогда сортировка. То есть дерево в одну сторону, металл в другую, стекло в третью, пластмасс в четвертую. И он что? Он прессуется. Стоят пресс-формы, большие стоят пресс-формы и прессуются вот такие вот шарики. Значит, перед тем, как выйти, стоят кузова от манов. То есть маны привозят мусор и тут же забирают готовую продукцию и разводят ее где-то. Это, конечно, мне поразило. И то же самое надо было ну, как вам сказать, спецавтохозяйство было муниципальное предприятие. Разговор шел о том, чтобы его приватизировать. И за счет приватизации суд-155 готовы город иметь свою долю, остальное суд-155 значит, и готовы были вкладывать. Это 45 миллионов евро. За два года немцы обязались построить завод. То же самое отказались области отказалась. Там это дорого, нам это не нужно. Пусть это будет муниципальный продукт, хотя денег таких больших город и вообще-то не вкладов. Традиционные пожелания, конечно, чтобы первые, чтобы каждый год в Туле появлялись объекты, которые радовали Тулеков. Это не только объекты, соц. кульпы, детские сады, школы, это и дома благоустроены, чтобы настроение было хорошее. Конечно, настроение зависит от того, как люди работают, в каких условиях, на каком предприятии. Я думаю, сегодня даже вот это тяжелое время, допустим, в нашем пролетарском районе, и КБП, и Сплав, и Базальт работают так, как работали при советском время, в три смены. И мне бы хотелось, чтобы побольше рожали, чтобы у нас не было вопросов, значит, прироста населения было как можно больше. Главное, хорошего настроения и здоровья всем. Редактор субтитров